Протесты против мобилизации не на шутку озаботили Кремль. Чтобы как-то оправдать, зачем мужчин отправляют на войну, администрация президента выдала российским СМИ методичку, как нужно мобилизацию освещать. Ее содержание и некоторые цитаты публикует издание «Медуза». Ссылаясь на эту информацию, мы расскажем о главных тезисах, как теперь врать про войну будут с экранов российских телевизоров. Пожалуй, главный акцент, на котором будут теперь еще активнее настаивать российские пропагандисты, хотя они уже используют эту формулировку, это то, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. Из текста методички. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией. НАТОвская разведка собирает данные о территории России с тем, чтобы отдать Украине приказ о переносе боевых действий в Россию. А если Россия воюет с НАТО, то и сплотиться нужно всем вместе перед этой угрозой. Поэтому формулировка «специальная военная операция» будет постепенно вытесняться тезисами о народной войне. В телепередачах будут напоминать, что Россия побеждала войнах только всем миром. И только когда ее жители считали, что идет именно война народная. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Поэтому до россиян, как считают авторы кремлевской методички, следует донести главный тезис. Народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО. Якобы альянс намерен расчленить и разграбить Россию. Хотя в НАТО о таких намерениях никогда не заявляли. Наоборот, с самого начала войны России против Украины призывали Москву прекратить военные действия. Но в Кремле к НАТО не прислушивались. И теперь, когда украинская армия нанесла серьезный ущерб регулярным российским войскам, авторы методички предлагают пропагандистам акцентировать, что Путин объявил мобилизацию ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижение России целей специальной военной операции. При этом, сами эти цели в тексте не указаны. Наверное, в зависимости от успеха Украины на поле боя, цели могут меняться. От взять Киев за три дня до хотя бы удержать Донбасс. Не указано в методичке и то, как пропагандисты должны объяснить зрителям и читателям, что вторжение России в Украину является одновременно и спецоперацией, и народной войной. А пока, видимо, тех, кто от войны хочет убежать, пропагандисты будут называть паникерами, параллельно продвигая еще один тезис. 300 тысяч призывников – это для такой страны, как Россия, ничто, не задумываясь о том, что мобилизованные – это чьи-то мужья, отцы и дети. Объясните, пожалуйста, почему? Вот все вокруг происходящее. Откуда эти побежавшие паникеры, прорывающиеся через границу? И пока россияне уже несколько дней стоят в огромных пробках, пытаясь перейти границу, авторы методички Кремля хотят отправить их совсем в другую сторону, поближе к Украинскому фронту. Мол, нельзя больше оставаться в стороне и сваливать весь груз ответственности на контрактников и так называемые народные милиции Донбасса. Вот так предлагают убеждать россиян в необходимости мобилизации. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.